Дети капиталистического мира могут быть очень жестокими. Именно поэтому меня всегда привлекал СССР. Единственная страна, в которой удалось построить общество по-настоящему равных возможностей. Социализм. Я увлекся марксиром и ленинизмом. Но только сильно хотели бы обчислить из университета. Однако всё обошлось. В итоге я защитил дипломную работу по теме фонарм «Владная экономика». А потом уже началась война. Если я не ошибаюсь, вы в ней не участвовали. Нет. Я обратился на призывной пункт, но в силу своего немецкого происхождения получил категорический отказ. Спасибо, что меня хотя бы не интернировали, как натурализовывают японцы в СССР. Я в большинстве штата Берлин забернулся уже после войны. Создали английскую делегацию. Наконец-то меня, как втридца, сочли полезным на лобине. Признаться, было странно видеть советские флаги на каждом углу. Прямо как на той фотографии с красным знаменем над Рейхстагом. Но глядя на это, я не испытывал какого-либо дискомфорта. Скорее, искренне надёта на то, что это новая голова в истории Германии. Чёрная полоса сменилась в красный. Тогда вы и начали работу с советскими экономистами. Всё так. Нашей задачей было возрождение Германии в новом облике. Социализм без национализма. И мы приуспели. Посмотрите на то, что стало с Францией и Испанией. Да даже Англия. Старушка совсем зачахла. А социалистическая Германия возродилась из пепла, словно Феникс. А, Микалин, наши слушатели постоянно задают вопрос. Почему они не будут для Америки, если капитализм — это угнетение простого народа? В первую очередь, простые граждане этих стран — такие же люди. Просто с другой системой ценностей. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Я же сам большую часть жизни провёл на блоках одной империи. А потом на изломе второй. Я говорю об Англии. Разумеется. Но ведь на совести капиталистов, кровопровительная война, Великая депрессия в США. Но уже мы готовы поддерживать такую систему. Всё так. Всё абсолютно так. Но посмотрите на них сейчас. В каждом городе есть свои марксистские кружки. Рабочие объединяются в профсоюзы. Их интеллигенция с открытым ртом слушает наше радио. В данных условиях, даже со всеми санкциями, экспорт наших изделий за рубеж — это большой шаг. Для всего интернационала. Это прекрасно. И всё-таки, как у вас не удивляет, что мы поставляем им нашу передовую технику практически безвозмездно. Разве в мире капиталы не принято за всё платить? Уверяю вас, моя дорогая, они заплатят. Вы просто не видите всей картины. Уже сейчас западные предприниматели проводят массовые увольнения, предпочитая живым сотрудникам нашу передовую технику. Давай, покажи, на что ты способен. Коммунизм вместе с остальным развитым миром. Вы считаете, что в США будет революция? Это неизбежно. Демократы и консерваторы никогда не уживутся в одной стране. Единственное, на что я надеюсь, что это будет бескрупная революция. И штаты обойдутся без ещё одной гражданской войны. Как сказал Андрей Леонидович Хрущён, настанет конец человеческому угнетению все эти исторические переживания. Можно глупо, да?